А бебика зачем вынесла? Розе, бебика зачем вынесла? Прогуляться тоже? Или проветриться? Быстрее всего проветриться. Бебикам надо стирать постоянно. Каждую неделю, по крайней мере, простирывать. Потому что она замусоливает. Они потом плохо пахнут. Розе, заботливая ты. Всех своих бебиков... О, опять понесла обратно. Доброе утро, дорогие мои зрители. Как же я обожаю эти утро. С чашечкой кофе. Здесь у меня такое местечко хорошее. Ах, прям цветы над головой пахнут. Сейчас я только полотенечко постелю, потому что с утра оно немного такое влажненькое. Давай, присаживайся, давай. Давай и бебика своего, давай. Вот умничка. Такая собака большая стала. Такая большая собака стала. Когда-то успела вырасти. Наслаждаемся утром. Дорогие мои зрители, как же это всё-таки здорово. Как же это настолько замечательно. Выходишь с утра, погода тёплая. Ну, обычно с утра всегда ни холодно, ни жарко. В летнее время имеется в виду. С чашечкой кофе. Ну, кого-то, может быть, не знаю. Горячая водичка, по крайней мере. Всё хорошо. Цветы перед глазами. Зелень. Мне хочется этой красотой с вами делиться каждое утро. Ну, я понимаю, что я же не могу каждое утро вам это показывать. Это получится дежавю. Хотя моё дежавю я обожаю. Я настолько это дежавю моё люблю. И я бы хотела, чтобы оно у меня постоянно такое было. Круглый год. Это утро. Утро дежавю. И чтобы холодно не было, и чтобы снега не было. Дочек пусть идёт. Это хорошо. А вот температура, минус 30, это плохо. Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, для кого-то и хорошо. Я каждое утро просыпаюсь, бегом-бегом, с кровати вскочила, бегом на улицу. В летнее время я не могу спать долго. Ох, смотрите, какой помидорчик уже. Мне этот помидорчик, эти два кустика, как-то надо назвать. Это же мужа помидорчики. Как-то надо назвать их. Мужье. Мужье помидорчики. О, на засолочку. Видите, пошло. На засолочку. Хрен мой, хреняка, вымахал на засолочку. И самое главное, у меня распустились уже гладиолусы. Вы посмотрите. Жёлтые красавцы. Ой, какая красота. Ах, красивые. Такие цветы красивые, стройные, высокие. Прямо как я. Все у меня. Я, может быть, не настолько, конечно, высокая. Ой, есть паутина, не буду я сюда залазить. У меня всё-таки последний раз из видеоград прошёл. Укусил, знаете, кто паук, наверное, я так думаю. Потому что навряд ли пчёлки будут сидеть. Но укус был как пчелиный. Но пчёлки не будут сидеть, понимаете, в мокрых листьях. А пауки, да. Вот всё-таки это укусил меня паук. И больно такие кусаются. Саботёры, больно кусаются. Ну, слава богу, что он был не ядовитый. Ну, навряд ли, конечно, здесь ядовитые пауки. Но всё равно, кто его знает. Если будет какой-то эффект. Дорогие мои друзья. Так, вот это надо убрать. Жёлт здесь запуталась. Не по теме. Не по теме убрать. Видите, даже листики здесь прибила. А вы узнаете. Кто знает. Может быть, какие-то у меня способности поочи появятся. Хотя, я смотрела как-то фильм один. А вы знаете, все вот эти укусы. Пчелиные, змеиные. Они очень хорошо влияют на иммунитет. Да, как это не парадоксально. Значит, что там было. Одного, один мужчина. Несколько друзей пошли там, что-то они там добывать, по-моему. В горы. На природе, короче. И спали. И одному в рот залез паук. Ну, он его проглотил, естественно, во сне. И потом очень сильно болел. О-о-о! Ой! Ёперный балет! Что это такое? Олени обглодали и абрикосу. Абрикоса моя, вы посмотрите, обглодали. А? Вот подлёки. Ну, вы посмотрите. А, здесь нет. А вот эту верхушку всё обглодали, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наша. Давай, давай, неси обратно. Мужчина проглотил этого паучка. И, естественно, болел. Там температура у него была. Там трусило его, лихорадило. Туда-сюда, пятая-десятая. Ну, так он дня три пролежал. И потом отошёл. Ну, вылечился, да, и всё нормально с ним стало. Через некоторое время, покуда они там что-то ходили-ходили, что-то искали-искали, эти его друзья на что-то там наткнулись в природе и заболели. И получилось, что все они потом таки концы и отдали. Один за другим. А этот остался жив, который проболел от паучка. Это говорит о том, что иммунитет у него укрепился. Понимаете, вот от какой-то там, не знаю, заразы укрепился иммунитет. И всё, и он здоровый остался. А все переболели и коньки отбросили. Да, вот был такой фильм. Это я помню. Ой, ребята, какая же тыква эта у меня хорошая. Монстр, вы посмотрите, вырастает. Те, кто собирается высаживать тыкву, нужно для тыквы очень много, большое пространство. Мне кажется, даже вот этого моего пространства для тыквы недостаточно. Это если два кустика здесь бы росло, было бы нормально, потому что она разрастается. Смотрите, видите? Такие у неё вот, видите, листья такие дебилые. Она растёт, растёт, растёт. Ой, какая красота. Да, и вон тоже, смотрите, всё поднялось. Видите, не хватает места, она растёт по сетке, начинает ползти. Красота, красота. Вы знаете, я по характеру из тех людей, которые вот из пустыни сделают сад. Из шалаша сделают дворец. Вот я из тех людей. Я люблю что-то обустраивать. Я люблю что-то городить, воротить. Вот это я всё это очень люблю. Вокруг себя создавать что-то я люблю. У нас птицы по второму кругу потомство выводят. Я думала, один раз они. А нет, вот там уже птенчики, а может быть, даже третий уже круг. Птенцы опять, ребята, представляете? Вот середина лета, птенцы опять. Вот, дают, а? Ну, ничего себе! Молодцы, молодцы! Куколка ты моя! Куколка ты моя, грижая! Что? Привет! Снова! Вот такое у нас, ребята, хорошее такое утро. И это каждое-каждое утро такое. Каждое такое утро у нас в дежавю. Такое оно замечательное. И всем вам желаю всего самого хорошего. Утром просыпайтесь, выходите на балкон, или у кого что есть, или на улицу, у кого свой дом. И хотя бы, по крайней мере, пять минут просто посидите, просто понаблюдайте за природой, посмотрите вокруг. Полюбуйтесь вашим утренним дежавю. И начинайте день опять снова, все у вас пойдет замечательно, гладко, и все у вас будет хорошо.